Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Автограф Ну наконец-то на обзоре у нас Chevrolet Tahoe Настоящий, истинный, американский внедорожник И прежде чем мы начнем сегодняшний обзор Я сразу скажу, он будет мега предвзятый Потому что у меня особые отношения с этим автомобилем И все люди, которые меня знают, прекрасно осведомлены о моей позиции Я считаю, что Tahoe, вот лично для меня, это лучший автомобиль То есть вот купил Tahoe и больше никогда не покупаешь никакой другой автомобиль Вот это личная моя предвзятая точка зрения Называйте оценочным суждением Но я в эту машину влюблен Поэтому адекватности сегодня можете не ждать Я буду говорить только о своих эмоциях Ну и кайфовать от того мотора, который стоит здесь под капотом Ну а пока, давайте пройдем по внешнему виду этого автомобиля Агрессивный, солидный, статный Ну вот все вот эти вот приятные комплименты Это все про Tahoe Несмотря на достаточно монументальный передок Такой, я бы сказал, более квадратный Он выглядит отлично Особенно в этом поколении У нас светодиодная рефлекторная оптика Светодиодные дневные ходовые огни Они же становятся индикаторами поворотов В комплектации RST, которая предлагается на рынке Узбекистана У нас черная решетка радиатора Черный значок Chevrolet, галстук, бабочка Ну в целом все выглядит очень приятно Так солидно, статусно Подобать такому автомобилю Ну что же скрывается под капотом этого монстра Давайте посмотрим вместе с вами Конечно же это классическая американская восьмерка Что может быть еще Но важное замечание, что с предыдущим поколением Которая у нас тоже продавалась Здесь другой двигатель До этого продавался корветовский мотор Шесть и два литра Теперь у нас пять и три литра Но этот двигатель на одно поколение современнее Несмотря на то, что сейчас я уверен Многие скажут, что это же кашелот Нужно ездить на Тахо И прикреплять к нему целый бензовоз Неправда Смотрите, почему Этот мотор, по заверениям производителя Способен отключать до шести цилиндров То есть вы в определенных условиях едете только на двух И то есть он получается отключает либо половину, либо шесть И соответственно это влияет на расход Что касательно параметров Здесь у нас 343 лошадиные силы И 580 ньютон метров крутящего момента Весь этот крутящий момент передается через 10-ступенчатую коробку передач Которую вы не замечаете, когда ездите Она переключается абсолютно незаметно, плавно И вообще уровень комфорта в этом автомобиле Он на таком определенном уровне Ну а как звучит этот мотор Я когда поеду, я обязательно постараюсь вам записать звук Прекрасный звук V-образной восьмерки Который сейчас просто исчезает в современных реалиях авторынка Так что да, расход безусловно Не стоит ожидать, что здесь будут какие-то 10-12 литров Он будет больше Но если ездить правильно, у вас он будет меньше 20 в городе Я вам это обещаю Если знать, как ездить Но с таким мотором, конечно, захочется притопить Ну и давайте быстренько пробежимся по дизайну автомобиля сбоку Лично мой любимый элемент Это вот эти вот светоотражатели в любых американских автомобилях Он также подсвечивается ночью Не знаю, создает какую-то атмосферу уюта У нас 21-дюймовые диски на резине Bridgestone Никаких замечаний ни к дизайну, ни к комфорту у меня нет Они сюда отлично подходят В целом в комплектации, которая у нас продается RST Идет такой пакет Shadow Line То есть нет хромированных элементов Все в черном, ну и на черном цвете, конечно же, это выглядит просто бомбически Еще один момент В предыдущем Tahoe подножка была электрическая Теперь она вот такая вот сразу установленная То есть прикрученная, не двигается Есть свои плюсы, свои минусы Плюсы в том, что ничего не сломается И в принципе она более устойчива к износу Ну минусы в том, что нет вот этого вот красивого движения из-под дна автомобиля Но вот в целом смотрю за трендами владельцев недорожников И люди говорят, что типа вот такая вот подножка как бы лучше и надежнее Большие у нас массивные ручки, большие зеркала В них очень хорошая обзорность Тут же у нас идут камеры из системы камер 360 Датчики слепых зон, черные рейлинги В целом все-все-все ставки Это антихром В общем, все как надо Расскажу быстренько про корму этого автомобиля У нас здесь тоже все очень узнается Именно вот элементы Tahoe Вы не перепутаете эту модель ни с какой другой Огромные фонари Не такие, конечно, как в Escalade Прямо до крыши Но тоже большой такой блок задних фонарей Касательно них, кстати говоря У нас только подсветка светодиодная Все остальное это обычные лампочки Ну, так скажем, Chevrolet Точнее General Motors разделяет вот так вот Chevrolet и Cadillac тем самым Но при этом опций здесь все равно очень много У нас спрятанный дворник заднего стекла Красивый спойлер с интегрированным третьим стоп-сигналом Опять же антихром надпись Tahoe Но вот RST комплектация такая типа спортивная Она выделена красным и хромированным Естественно, у нас имеется бесключевой доступ к багажнику Делаем наш любимый жест Пинаем автомобиль под бампером Ну, условно И пятая дверь открывается Багажник, несмотря на присутствие третьего ряда Да, автомобиль семиместный Все равно имеет хороший запас Здесь разместятся чемоданы Или там сумки, которые у вас есть Имеется органайзер в полу Куда можно разместить мелочевку Конечно, загрузочная высота достаточно высокая Как бы это смешно не звучало Но, что мне понравилось Продумали Они сделали вот такую матовую вставку из пластика Здесь у нас алюминиевые вставки Чтобы вы не царапали кусок, когда что-то вытаскиваете И в целом, знаете, она Вот эта вставка из пластика Такая немножечко прорезиненная То есть очень качественный материал Вот никогда до этого не видел Обычно дешевый пластик ставят другие производители Это плюс Ну, даже вот залезть в багажник, конечно Не так уж и легко, хотя я метр девяносто семь Ну вот, залез, высокая машина Нравится мне И для вашего удобства Если вы хотите опустить кресло третьего ряда Но не хотите бегать, делать все ручками Здесь имеется электропривод Достаточно нажать и удерживать кнопки И сиденья третьего ряда опускаются Но это еще не все Видите второй ряд кресел Здесь также имеется электропривод Держим сначала одно кресло Потом удерживаем второе кресло И у нас полноценное спальное место Ну, если еще посреди, вот между капитанскими креслами Что-то разместить Будет шикарно Но это еще не все Еще раз удерживаем кнопку второго ряда И у нас сидушки полностью уходят вперед И появляется дополнительное пространство Вот в плане именно размещения каких-то грузов Эргономики и просчетов Здесь все на высшем уровне Кстати говоря, рядом с кнопочками электропривода сидений Имеется розетка на 220 вольт А если вы хотите поднять Вот второй ряд у нас придется поднимать Механические капитанские кресла А третий ряд у нас поднимается электронно То есть мы нажимаем, удерживаем И половинка за половинкой поднимаются Правда, вот подголовники механические Ну, это уже мелочи Вы их подняли и человек готов там разместиться А давайте посмотрим, что же там на третьем ряду Что касается комфорта на третьем ряду сидений Ну, это же просто обалдеть Производитель хочет, чтобы здесь сидело три человека Ну, я сомневаюсь, что как бы три взрослых здесь поместятся Но двое сядут здесь вполне комфортно Вы посмотрите, во мне метр девяносто семь И я отлично сюда вписался Над головой есть место Я даже могу вот, ну, не пригибаясь Расправиться что ли, спокойно вот так сесть Потом в коленях у меня тоже есть место И вот пассажир передо мной лишь чуть-чуть подвинут вперед Вот буквально на один шаг Но есть запас еще И я бы не сказал, что мне как-то здесь вот прям неудобно ехать Я стеснен Спокойно можно в удовольствие кататься Из комфорта Что здесь имеется? У нас имеются дефлекторы кондиционирования в потолке Светодиодный свет USB Type-C Два подстаканника И вот такие вот модные крючочки Чтобы, ну, повесить что-то там Вашу курточку или кофточку И если я захочу отсюда выйти Я просто нажимаю кнопку Она у меня вот с правого боку Нажимаю, удерживаю Сиденье опускается Нажимаю еще раз И все И у меня огромный пролет Но знаете, как бы я ездил на этой машине Будь у меня Тахо и водитель Я бы ездил немножечко по-другому Вот так Ну а что? Чем вам не Rolls-Royce? Классно И можно вытянуться, полежать Подумать о великом И имеются сзади, конечно же, мониторы развлекательной системы Но про них мы расскажем, когда я переберусь чуть-чуть вперед Ну а я переместился на второй ряд кресел И как же тут комфортно В комплектации RST, единственной комплектации, которая предлагается в Узбекистане У нас капитанские кресла Сплошного дивана не бывает Да и не нужно Учитывая уровень комфорта Кресла регулируются у нас как в горизонтальной плоскости То есть можно ездить вперед-назад Так спинка кресел тоже регулируется Можно совсем откинуться Назад, естественно Но в целом здесь очень много опций комфорта В первую очередь это вот такие вот 13-дюймовые мониторы Можно сюда поставить видео с флешек Можно подключить ноутбук, телефон, планшет через HDMI И наслаждаться контентом Два у нас монитора для пассажиров сзади Также имеется отдельная зона климат-контроля Автоматический климат-контроль Подогревы сидений Вот они HDMI порты, USB Type-C порты, зарядки Ну и конечно же еще одна розетка на 220 вольт Здесь у нас имеются подстаканники Эти подстаканники для пассажиров сзади Но и в дверях можно положить бутылочку в кармашек Даже разместить две, 0,5 и полтора литра Ну такой вот автомобиль рассчитанный на поездку Рассчитанный на то, что вы максимально его будете загружать И конечно же с максимальным уровнем комфорта Еще один немаловажный момент Пол здесь абсолютно плоский То есть ходить, пересаживаться не будет никаких проблем Потому что автомобиль стоит на раме И соответственно кузов чуть-чуть приподнят То есть нет никакого туннеля посреди Ну и по традиции расскажу про отделочные материалы этого автомобиля Но прежде обращаю ваше внимание на вот эту наклеечку С гордостью сделана в Техасе Ну я бы тоже гордился таким автомобилем Теперь касательно отделочных материалов Здесь все на очень достойном уровне Вот эта вот вся верхняя часть обшита эко-кожей И имеются стежки вот такие вот прошивка Красная строчка Сверху эко-кожа Вот эта большая панель Я поначалу подумал, что это пластик Но это эко-кожа Причем под эко-кожей у нас еще такой поролон Все очень мягкое Все, что прикасаются ваши руки Сделано из отличных материалов Вставки под алюминий, ручки Вот здесь у нас вставка под алюминий Ну подчеркнуть статусность Даже вставка под алюминий Где имеется динамик аудиосистемы Bose Ниже у нас пластик Но он такой качественный, хороший Сюда можно разместить полуторалитровую бутылку Сюда можно разместить 0.5 И у вас еще останется место Ну а теперь давайте поговорим про самое главное Про водительское место Касательно интерьера Прежде чем я перейду к описанию Множества опций, которые здесь есть Что бросается в глаза, это рассыпь кнопок и рычажков везде И я считаю, что это плюс Вот эта современная тенденция некоторых производителей Пихать все в мультимедиу И когда ты едешь за рулем, тебе нужно поменять Вот допустим, недавно у меня был такой случай Мне нужно было включить вентиляцию Обдув переднего лобового И я постоянно отвлекался от дороги И искал, где же эта кнопка Но это неправильно В ТАХО все сделано для аутскульных водителей Если вы что-то хотите сделать У вас есть для этого либо рычажок Либо кнопочка Либо крутилка И вы можете делать это не глядя За это огромный респект GM Что не пошли на поводу Но в том числе здесь имеются инновации О них сейчас я расскажу Ну в первую очередь это блок управления Различными системами слева от водителя Здесь у нас имеется электромеханический ручник Система удержания в полосе Управление парктрониками Старт-стопом Камерами 360 Чуть ниже у нас управление полным приводом Здесь у нас имеется раздатка То есть у нас в обычном городском режиме Естественно мы двигаемся с задним приводом Но также можно включить полный привод Повышайку, полный привод, понижайку Благодаря раздатке Но здесь можно ездить в режиме полного привода ПОСТОЯНО Потому что у нас передний привод подключается через виско-муфту Соответственно на перегрева ничего такого у вас не будет Страдать управляемость автомобиля тоже не будет Поэтому зимой или в какие-то сложные погодные условия Tahoe вас выручит Также с 2023 года на Tahoe появилась панель приборов цифровая И здесь очень много различных настроек Вы можете менять как внешний вид Допустим этой панели Вот сейчас я только до этого долистаю У нас есть классический, есть современный Есть цифровой Везде имеется красивая анимация У нас имеется рисунок нашего автомобиля Также имеются режимы движения И что мне особенно я бы хотел отметить Это то, что нижнюю часть экрана также можно настраивать Вы можете настраивать информацию внутри кружков Вот допустим у нас сейчас температура и время Можно поставить давление в шинах, экономия топлива и так далее Можно настроить информацию в правом кружке А можно настроить нижние приборы Вот сейчас у меня стоит максимальная информация Можно сделать среднюю, можно сделать минимум Чтобы вас ничего не отвлекало Вот за кастомизацию я производителей очень уважаю И я думаю, внимательный наш зритель заметил Что также у нас имеется значок знаков ограничения скорости Потому что камера, которая имеется вот здесь Умеет распознавать дорожные знаки Ну, я уже не говорю про систему безопасности То, что автомобиль может сам останавливаться в случае аварии Имеется слепые зоны, удержание в полосе, как уже я отмечал Теперь, касательно рулевого колеса Первое, что мы обращаем на себя внимание Это то, что у нас нету правого рычажка управления дворниками Все управление и индикаторами поворотов, и дворников Вынесено на левый рычажок Кто-то говорит по-мерседесовски, я говорю по-американски Вот, руль солидный такой Не сказал бы, что слишком большой Но для этого автомобиля вполне себе подходит У нас новая раскладка клавиш GM С ней вы разберетесь очень-очень быстро А почему у нас нету справа никакого индикатора? Потому что раньше здесь была вот эта кочерга Но теперь в новом Tahoe управление корокопередач производится через кнопки И смотрите, здесь есть защита от дурака Паркинг и нейтраль у нас включаются нажатием Но передачи включаются обратным нажатием То есть нужно потянуть на себя Реверс, драйв мы тянем на себя Паркинг, нажимаем Чтобы, допустим, вы случайно не попали ни на ту передачу Продумали, молодцы Дальше Двигаемся к системе мультимедиа Она у нас здесь 12-дюймовая С последней прошивкой MyLink Имеется Android Auto, Apple CarPlay Куча разных настроек В общем, все, что вам необходимо Здесь имеется Здесь имеется и встроенная навигация Также у нас имеется вот такой вот скрытый бардачок Кто-то говорит, что это бардачок для ключей от автомобиля Он очень глубокий, но рука туда помещается Я бы здесь размещал очки солнцезащитные там И он не просто туда-сюда ездит Он с кнопочкой такой приятно щелкает Ну вот качество материалов и вообще в целом продуманность саона здесь прям чувствуется Что мне не особо понравилось в комплектации RST Это вот эта вставка из такой перфорированной эко-кожи На ощупь, ну, немножечко как резина Честное слово, в других комплектациях в Америке Здесь идет эко-кожа и она выглядит как-то поинтереснее Понимаю дизайнерский замысел Но это лично мое оценочное суждение Так все очень даже достойно Опускаемся ниже Здесь у нас управление мультимедией Вот эти вот крутилочки для повышения громкости Выбора трека Ниже управление климат-контролем И вот интересный момент Конечно, здесь можно менять температуру задней части салона Она здесь регулируется отдельно У вас выводится красивая картинка на монитор и так далее И у нас имеется подогрев Почему две кнопки подогрева? Потому что здесь вы можете как включать полный подогрев спинки и подушки Так и отдельно регулировать только подогрев спинки Ну, для тех, кто, может быть, переживает о своем здоровье И считает, что подогрев подушки это немножко неправильно Продумали Имеется USB Type-C Который сейчас уже, ну, просто дефолт для современных автомобилей Также есть USB-A И вот я думаю, вот эта вещь уже давно должна была исчезнуть Но вот так она встречает прикуривателем Также вот сейчас телефон наш размещен в месте, где он и должен лежать С беспроводной зарядкой Два подстаканника Но лично мне больше нравится вот это место для телефона Он просто идеально сюда помещается Единственное, что когда будете открывать подлокотник, не забудьте убрать Ну и сам подлокотник, он огромен Здесь внутри также у нас имеются две розетки Имеется вот такой вот органайзер Ну, он, к сожалению, не вентилируется, не охлаждается Но, по-моему, туда можно спрятать, не знаю, большой-большой сундук с курпачой Вот, из таких моментов кнопка аварики у нас находится достаточно далеко Ну, если у вас такие же длинные руки, как у меня, вы легко до нее дотянетесь Но, я думаю, для кого-то может быть чуть-чуть неудобно Потолок у нас выполнен из черного материала Ну, как иначе И, смотрите, чтобы управлять панорамой, у нас имеются три раздельные кнопки Для шторки у нас кнопка одна Для открытия люка вверх у нас кнопка другая А для того, чтобы он отъехал назад, у нас кнопка третья И знаете, для чего это сделано? Чтобы в дороге вы, опять же, ничего не напутали Здесь же у нас регулировка высоты открывания багажника Складывание задних сидений И даже имеется программируемый гараж Ну, в общем, открытие створок гаража Ну, в общем, все как должно быть в хорошем, премиальном Ну, я бы не назвал прям премиальном, но хорошем, качественном внедорожнике А теперь давайте я вам расскажу про то, как Тахо ведет себя в движении Ну что, с легкостью расположившись в этих комфортабельных сидениях Chevrolet Tahoe Давайте я вам расскажу, каков он в движении, на ходу Ну, в первую очередь, что я хотел отметить Это то, что именно в Tahoe у нас присутствует пневмоподвеска Да, здесь пневмобаллоны на всех четырех колесах И интересная особенность в том, что пневматика контролируется электронно Вы сами не можете изменять высоту автомобиля, даже меняя режимы движения Однако, при увеличении нагрузки автомобиль подкачивает Если, допустим, у вас очень много людей сзади сидит Автомобиль подкачивает заднюю часть Плюс, вдобавок ко всему, еще имеется такая функция Что, когда вы едете по трассе, чтобы сократить лобовое Уменьшить лобовое сопротивление, автомобиль чуть-чуть приседает Вот, еще какое важное изменение у нас произошло Теперь сзади у нас многорычажка Да-да-да, то есть, если на предыдущем Tahoe это был неразрезной мост Теперь многорычажка и, конечно же, уровень комфорта И управляемость в целом поднялась на новый уровень Отдельно хочу отметить качественную шумоизоляцию в Tahoe Здесь она вот поистине премиальная У меня такое ощущение, что она прям перекочевала сюда с более дорогого Escalade И в целом ощущение автомобиля, знаете, не автомобиля, а вот яхты Как будто вы не едете, а плывете, наслаждаетесь движением Я не знаю, как это передать Но есть что-то особенное у Chevrolet Tahoe Чего нет у других автомобилей Я вам говорил, это будет предвзятый обзор с моей стороны Но как он движется, как он едет, это просто песня Что касаемо двигателя Да, он стал меньше объемом Но стал ли он хуже в плане динамики Автомобиль, конечно, стал разгоняться чуть-чуть медленнее Но при этом вы все равно имеете отличный запас мощности И отличный запас в плане крутящего момента Сейчас я вам это продемонстрирую Вот, допустим, если мы захотим разогнаться Никаких проблем, он подхватывает сразу Ну а как поет этот мотор? Вы только послушайте Ну и что я хотел бы вам сказать по итогу Я очень не хочу расставаться с этим автомобилем Вот так бы поехал на нем куда-нибудь Забрал бы его, поставил бы свой гараж И вот наслаждался бы им каждый день И плевать на все остальное Это просто творение автопрома, которое заслуживает быть в истории Это замечательный автомобиль И я знаю, что я очень предвзят Но такой любви, именно вот чувств к машинам У меня, пожалуй, нет ни к одной модели, кроме Tahoe И вы знаете, особенно, так скажем, подмывает подумать об этом автомобиле Потому что сейчас эти автомобили есть в наличии у дилеров Их не нужно ждать, пока они придут с Америки Можно просто приехать, заплатить и уехать Ну, а что вы думаете о Chevrolet Tahoe? Разделяете ли вы мою любовь к этому автомобилю? Вот поделитесь своим мнением в комментариях И если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк Или, если вы хотите, допустим, поделиться им тоже Не забывайте делиться, распространять наши обзоры Это очень помогает развитию канала Спасибо вам большое Спасибо вам большое Спасибо вам большое